Это был очень непростой год для компании, потому что сначала был ковидный период, после него компания восстанавливалась, команда, и был большой такой спад мероприятий. Так как мы компания-выставочный застройщик, относимся к группе компании «Экспофорум», называемся «Экспофорум Дизайн», то для нас, конечно, это тоже было серьезным вызовом восстановиться после ковида. И на удивление этот год привел к огромному роску всплеска как мероприятий, так и выставочной застройки. И он, на самом деле, оказался для нас рекордным за всю историю компании. Поэтому, если посмотреть в предыдущий самый пиковый год до ковидный, который был для компании, это был 2019-й, выручка была порядка 950 миллионов рублей годовая, и сейчас она больше, чем на 30% выше, порядка 1,4 миллиарда. И мы еще год не закончили, поэтому понимаем, что это был очень непростой год, очень насыщенный, но очень важный для команды и для становления нового подхода к нашему бизнесу. Я считаю, что открытость и прозрачность – это будущее, в принципе, нашего бизнеса. Это, я думаю, видят все отрасли, особенно строительные и выставочные застройщики. Потому что люди сейчас, особенно специалисты высокого класса, выбирают только те компании, в которых они уверены полностью в наличии соцпакета, в наличии ДМС, в полностью белой зарплате, в гарантии различных отчислений пенсионных. Мы, как компания, исключительно работающая в белом ключе и полностью ориентирующаяся на свою материнскую компанию «Экспофорум», этот принцип проповедовали всегда, поэтому нам во многом проще, потому что мы знаем, что высококлассные специалисты выбирают только нашу компанию. Задача у нас, наверное, на ближайшие, если смотреть, 3 года, она как минимум удержает этот уровень, который есть, потому что он включает в себя огромные вызовы, которые нам удалось выдержать в этом году. И самое главное для меня – это как выдержать как экономические показатели, так и команду. Я уверен, что у нас это получится.